Всем привет! Вы у меня на канале. И стабильно раз в год у меня выходит такое видео, где я покупаю что-то белорусское, абсолютно несвойственное мне. Я не фанат белорусской косметики, я не захожу в магазины белорусской косметики, но стабильно раз в год, когда я приезжаю на белорусский курорт, я думаю, что я приехала там на неделю, на полторы, в принципе, беру с собой всё, что нужно мне на это время, и потом выясняется, что я остаюсь ещё на дольше, а косметики у меня с собой нет. Как, в принципе, и приключилось в этот раз, поэтому в этом видео будут все те продукты, без которых я не могу жить, то есть которые мне, в принципе, нужны на отдыхе, но мои закончились. Короче, я, естественно, с собой, я люблю вкусно пахнуть, я брала Victoria's Secret вот такой вот спрейчик вкусненький, сладенький, и, конечно же, он у меня закончился. Мне нужно было что-то купить вкусное, чтобы вкусно пахнуть. Вот, и здесь, в принципе, на курорте белорусском, я нахожусь на Рочи, здесь либо магазины с белорусской косметикой, есть также Валберит, где можно что-то заказать, и есть магазины просто такие с какими-то турецкими подделками, знаете, под известные бренды парфюмами типа, да, то есть я таким не пользуюсь. Поэтому пришлось в эти белорусские магазины покупать что-то заводское, то есть я всегда считаю, что если у вас закончился какой-то спрей, я, кстати, тоже хотела взять какой-нибудь белорусский спрей, но пахли они очень плохо. Вот, я пришла и начала выбирать себе аромат, ну, что мне здесь быть еще две недели, две недели я хочу пахнуть вкусно, поэтому что я выбрала? Я пошла к стенду с маркой De Lys, De Lys Parfum, который производится на французских заводах во Франции, вот, но это белорусская марка, это белорусская фирма, и у них есть вот такая замечательная коллекция абсолютно недорогих ароматов, в жизни я пользуюсь только оригинальными брендовыми парфюмами, но, в принципе, я не брезгаю, чтобы на курорте купить какой-то белорусский парфюм, попользоваться им две недели, использовать его за две недели и все. В общем, выбрала для себя вот такое. Значит, что я хотела? Чтобы это был аналог Victoria's Secret, какой-то сладкий, приятный, вкусный аромат, более-менее стойкий и недорогой, потому что я считаю, что белорусские парфюмы не должны стоить дорого. Вот, у меня уже садится почему-то свет. Значит, я купила 100 миллилитров вот такой парфюм, купила я его за 6 евро, за 20 белорусских рублей, вот, и он был очень вкусненький, сладенький, это Делиз Флюэль, называется коллекция Флюэль, и аромат называется Мистери, потому что там есть три разновидности у меня, конкретно Мистери. Действительно, очень такая мистическая история, сладенькая, вкусненькая, мне очень нравится, прям вот как я пользуюсь Victoria's Secret, какими-то сладкими, приятными ароматами, так я пользуюсь этим парфюмом. Этим парфюмом вы не переборщите, можно пользоваться сколько угодно раз в день, то есть он такой, знаете, ненавязчивый, сладкий, приятный, в меру стойкий, за свои деньги я считаю, что это топ. За две недели я его, в принципе, здесь использую, здесь такая обычная баночка, пластиковая крышечка, она немного плохо ходит, розовенький, симпатичный, вкусненький, сладенький, мне кажется, самый идеальный аромат, если вот можно рассматривать за 6 евро что-то заводское, а не подделочное, поэтому, в принципе, могу рекомендовать. Я уже не первый раз покупаю на белорусских курортах такие ароматы, когда нахожусь где-то в санаториях, на Нарочи и так далее, и мне, в принципе, нравится. Так что, why not? Рекомендую этот аромат, запоминайте, скриньте. На Валберисе он тоже есть, стоит на Валберисе тоже в районе 6 евро. Вот, дальше. Не знаю, какая-то у меня проблема с белорусской косметикой. Да не то, что проблема, я, в принципе, не пользуюсь белорусской косметикой, мне она не нравится, особенно декоративная мне не нравится, но просто покажу два продукта. Вот эта вот вещь, вот эту брать вещь не стоит. Это люкс-визаж, суперфикс, 12 часов, кто бы что ни говорил, что это хороший гель для бровей, это плохой гель для бровей. Если сравнивать, он стоит там чуть меньше 2 евро, если его сравнивать с хорошими, действительно, гелями, как от Пусси, как от Оксаны Самойловой, этот гель не работает. Мне он не нравится. И когда вы вытаскиваете кисточку на кисточке, вообще практически ничего нет. Вот, то есть гель вот здесь скапливается, и вот здесь, а посередине его нет. Поэтому это просто на выброс история, которую прям нет. Появился гель от люкс-визаж, и мне кажется, что он тоже пойдет у меня на выброс, потому что мне он абсолютно не понравился. Здесь заявлено, что здесь 24 часа стойкости, он водостойкий. Ну да, он зафиксирован на бровях, но он брови не поднимает вверх. Он вам не делает эффект модных волчьих бровей, которые вам даст Пусси или от Оксаны Самойловой. Все-таки я, когда сегодня вот это купила история, поняла, что нет. Вот я сделала заказ несколько дней назад. Фиксатор от Оксаны Самойловой у нее на сайте. Я его прям жду. И заберу его уже в Минске в сентябре. Вот этой истории я попользуюсь здесь и как бы потом выброшу, потому что, ну нет, ребят, это прям плохо. Он не поднимает волоски, то есть он не фиксирует их. Он просто вот вам зафиксирует ту форму, которую у вас есть. Не знаю, здесь, наверное, будет не видно. Он очень плохо поднимает. Он не поднимает брови. Ну, плохая история, вам честно скажу. Не очень. Вот. Люблю говорить, как есть. Вот если вкусный парфюм, если классный, я всегда вам порекомендую. Если что-то плохое, некачественное, я всегда говорю, да. Купила классные носки от Конте. Они вообще с блесточками, такие серенькие, с зайчиками. Если найдете такие носки, где-то на Валбересе, либо на магазине Конте. Хороший белорусский текстиль. Вот в плане текстиля носочки я всегда покупаю какие-то белорусские. Мне, в принципе, нравятся. Вот. Они хорошие, эти носочки. Стоили они где-то, ну там, полтора евро. Вот. Не знаю, как вам сказать. Тут нет никакого артикула, чтобы как-то вам сказать, какой артикул, чтобы вы заказали. Вот. Ну, просто если найдете такие носочки, то возьмите, потому что они очень прикольные, с блесточками и с такими котиками. Вот. Люблю такие носки. В принципе, покупаю там несколько раз в год. Вот. И меня все устраивает. Дальше. Так. Покупка, покупка. Покажу, наверное, вот эту пока. Быстренько. Купила такую термозащиту для волос от белорусской марки Family Forever Factory. Вот так вот она выглядит. Какая-то термозащита. Никогда такую термозащиту не видела. Вот. Сейчас я не распакую. Так. Очень текстильная, приятная в ручках. Такая прорезиненная история. Пахнет, кстати, тоже приятно. Ну, вот такая вот термозащита до 300 градусов. Она защищает. Вот. Купила ее за 2 евро. По скидке буду с удовольствием пользоваться. Потому что феном я пользуюсь каждые 2 дня. Вот. Поэтому такая термозащита мне нужна. Если она будет хорошая, даже она поедет со мной. Потому что обычно, если это плохие продукты, я их оставляю в отеле. И с собой не забираю. Вот. История, которая мне очень сильно понравилась. Значит, ну, поскольку я приехала сюда изначально на чуть больше недели, там, на 10 дней. У меня с собой, конечно же, были мини-версии различных баттеров для тела, кремов, там, и так далее. У меня, в принципе, не сильно какая-то сухая кожа. Я не нуждаюсь в том, чтобы там ежедневно пользоваться кремами. Но вообще, когда нахожусь здесь, я очень часто принимаю душики. Я очень часто плаваю. Я очень часто хожу в лес за грибами. Я хожу в спа. Я хожу на спорт. У меня тренировки по теннису. У меня конные прогулки. Соответственно, я очень часто моюсь. Просто чаще, чем дома. Обычно, если дома, там, ничего не делаю, да. Я чаще моюсь, чем дома. И чаще нахожусь на воздухе. Идет много контакта с водой. И кожа, конечно, немного иссушается, да. То есть быстрее, чем это, когда происходит, когда дома. Поэтому мне прям вот хотелось каждый день пользоваться каким-то баттером, кремом. И он у меня закончился. У меня больше нечем пользоваться. Я пошла в этот магазин, где сегодня все покупала. И купила, мне нужно было подобрать какой-то обычный баттер для тела, кремушек и так далее. Что-то легкое, которое будет хорошо впитываться. И похоже на мои крема от Victoria's Secret по запаху, да. То есть я всегда выбираю, что похоже на Victoria's Secret. То есть вот это похоже очень на Victoria's Secret ароматы, да. Сладенький, вкусненький, приятненький. И выбирала я крем. Вот этот крем прям очень похож на Victoria's Secret. Бальзам для тела Королевская Орхидея и вода Фиджи. С драгоценным маслом органы. Такой вот бальзамчик. Но никогда не читайте, что пишут здесь. Здесь можно писать все, что угодно. Можно писать, что он там увлажняет и так далее, и так далее. Что масло органы переворачиваем. Баночки всегда. И любые крема для тела, для лица и так далее. Мы читаем составы. И читаем, на каком месте здесь в составе идет органовое масло. И только тогда мы понимаем, насколько он будет действительно увлажняет. Когда вы очень часто приходите в магазины, вы начинаете читать то, что на шампунях, на кремах для лица. Начинаете читать информацию. Вот здесь вот. Там питает и так далее. Там увлажняет. Там тыры-пыры. И вы берете, вы покупаетесь на это. Запомните, законом и Российской Федерации, и Беларуси можно писать здесь все, что угодно. Можно писать, что здесь есть все, что угодно. Но вот только в составе идет реальная информация. В составе скрыть ничего нельзя. Поэтому мы переворачиваем и читаем, что же здесь в составе. Здесь у нас в составе, конечно же, на первом месте водичка. И дальше, что мне понравилось. Примерно на третьем, на четвертом месте здесь идет масло миндаля. То есть оно не в конце, оно в начале. В принципе, масло, там какой-то экстракт орхидеи, он где-то в середине. Конечно, здесь есть метилы и этилы парабены, что не очень хорошо. То есть пользоваться на постоянной основе такими кремами не надо, потому что парабенов здесь достаточно. Но в принципе в составе здесь, ну вот есть на третьем, на четвертом месте вот это масло миндаля. Но, конечно, что мне здесь не понравилось, здесь минеральное масло на третьем месте. Минеральное масло, оно создает пленку на вашей коже и такую, как вам сказать, фейковую увлажненность. То есть вам кажется, что кожа увлажнена, на самом деле это минеральное масло пленочкой вот здесь вот у вас на коже ложится. То есть вы должны смотреть, чтобы не было минеральных масел в баттерах и кремах. То есть он стоил, кстати, недорого, полтора евро, большая упаковка. В принципе, выйти из душа и воспользоваться этим кремом можно, но не на постоянной основе. Пахнет он очень вкусно. Вот это действительно, это правда. Пахнет он вкусно, приятно, нежно. Действительно орхидеей пахнет. Вот. Но эта история не на постоянную основу. Но если вам нужен дешевый баттер, бальзам для тела, вот. Если вы хотите иногда им пользоваться, если вам не нужно пользоваться им на каждый день, там и так далее. Просто вот если вам хочется раз в неделю воспользоваться, то можете себе купить за полтора евро, поставить, если вы, в принципе, ищете что-то дешевое, бюджетное и так далее. Я, конечно же, его использую просто здесь, за эти две недели, которые мне осталось. Вот. И, конечно, я больше не буду повторять, да. То есть, ну, в принципе, если в следующий раз я приеду без какого-то баттера для тела, то я его, в принципе, могу опять здесь купить, чтобы не возить с собой, вот, в чемодане. Потому что места у меня нет. Вот. Ну, маслянистая пленочка, она остается вот здесь наверху у вас, создавая такое впечатление, такое фейковое, что вы уложнились. Ну, в принципе, для ног нормально. Я вот намазала на ноги. В принципе, нормально поставить у себя где-то вот использовать. Нормальная история. Но, конечно же, это не история на повседневную жизнь. Я вообще, в принципе, человек, который не испытывает кайфа от использования дешевой косметики. Я испытываю кайф от использования хорошей, дорогой косметики. Ну, когда я нахожусь где-то в изолированном, как я называю, как бы месте, да, где у меня нет моей косметики с собой, где она закончилась и так далее, то, конечно же, я же не могу без крема, без духов там и так далее. Мне нужно вкусно пахнуть. Мне нужно быть увлажненной. Поэтому я могу купить это здесь и, как бы, пользоваться этим здесь, пока я здесь нахожусь. Вот. Так что такой вот обзорный, такие вот белорусские покупочки. Вот. Напишите, если вы чем-то из этого пользовались. Вот. Обратите внимание на вот эту туалетную водичку, потому что она действительно прикольная. Вот. И, в принципе, я считаю, что за свои деньги, за 6 евро она, в принципе, прикольно пахнет. Это, конечно, такие вот духи. Кстати, я когда их нюхала, когда я их выбирала, стояла рядом со мной какая-то женщина. Ей настолько понравился мой аромат. Она говорит, ой, я тоже что-таки хочу, как у вас. Это, кстати, история всегда. Женщины так делают. Вот я когда выбираю что-то вкусное, я выбираю самое вкусное всегда в магазинах. И какие-нибудь женщины, они увидели, что я это себе купила, и они тоже себе такое покупают. Прям при мне говорят, а то, что хочу, как у вас. А какой вы взяли? Мне не жалко, почему бы тоже, если человек не умеет выбирать, если ему понравился ваш аромат, почему ему не купить такой же. Не вижу в этом ничего плохого, если бы я стояла где-то в магазине и услышала, что девушка выбрала какой-то вкусный аромат. Мне он тоже понравился. Если он мне подходит по энергетике. Поэтому я бы, наверное, тоже, если мне понравился, просто спросила бы, какой она выбрала из этих аромат. Тоже бы понюхала. Если бы мне понравилось, тоже я бы его взяла. Почему нет? Да, хотя я обычно не пользуюсь никогда. Никогда, кстати, в своей жизни я не спрашивала ни у кого, как кто-то чем-то пахнет. То есть у меня никогда не было такого, чтобы я спрашивала, а какие у тебя духи? Нет. Не знаю, почему. Мне кажется, вообще аромат это какой-то очень такой интимный момент у каждой девушки. Я никогда на улице ни у кого не спрашивала. Ни у подруг, ни у чужих людей. Я никогда не спрашивала, чем они пахнут. Потому что мне кажется, что это индивидуально. То есть нельзя об этом спрашивать как-то. Не знаю, вот у меня какое-то такое отношение. Ну, когда у меня спрашивают, в принципе, я могу сказать, чем я сегодня попользовалась. Ну, кстати, очень часто бывает так, что я тоже где-то в Минске хожу по магазинам и так далее. Какие-нибудь продавцы чувствуют от меня аромат, спрашивают. Говорят, ой, а что у вас за такой вкусный аромат? Особенно там, где я покупаю фрукты, недалеко от дома. Всегда женщина спрашивает, чем я пахну. Я говорю, извините, но я не помню. Потому что я беру чем-то с утра, пользуюсь. Я не помню, что это было. Вот серьезно, потому что у меня много разных Victoria's Secret. Я не помню, что это за Victoria's Secret. Даже если я и скажу, чем я воспользовалась, она навряд ли этот аромат найдет. Навряд ли она его купит, потому что их в Беларуси просто нет. Поэтому иногда даже нет смысла говорить, чем ты пахнешь. Потому что в Беларуси просто нет этих ароматов. Вот. Или часто очень я пользуюсь ароматами, которые, в принципе, сняли с производства. И их вообще больше нет в продаже. И нет смысла говорить людям, чем ты пахнешь. Потому что они никогда не найдут этот аромат. Вот. Так что вот так вот. Такие вот покупочки были. Приятные, вкусненькие. Как бы я себе подняла настроение. Вот. Закупилась на 20 евро. Вот. Чтобы дальше пахнуть вкусненько на отдыхе тоже нужно. Я без духов, кстати, вообще не могу. Мне нужно обязательно пользоваться духами на отдыхе. Каким-то вкусным. Я хотела купить какой-то спрей. В Беларуси есть много всяких разных парфюмированных спреев. А-ля такие Виктория Сикрет. Да. Тоже делают какие-то маленькие более упаковочки. Но. Если честно, они не очень стойкие. И у них какие-то ароматы такие. Ну. На любителя. Это не а-ля Виктория Сикрет. То есть они все на любителя. Какая-то либо роза. Там. Либо вишня. Но это не так сильно вкусно. Поэтому. Жалко, конечно, что я не взяла с собой еще Виктория Сикрет. Потому что у меня их дома очень много. Но я просто всегда такой человек. Если я думаю, что я еду там на 10 дней. Значит, я беру косметики ровно на 10 дней. Значит. 20 ватных дисков. Значит. Там вот упаковка спрея. Значит. Вот столько шампуня. А потом очень часто оказывается, что я вдруг каким-то образом стою здесь. Не на неделю. А на 3,5 недели. И, естественно, у меня ничего нет. Нужно все приобретать здесь. Ну, я не считаю, что это какая-то проблема. Я думаю, что несколько недель в своей жизни можно попользоваться чем-то бюджетным. От этого я не стану хуже. Вот. Но, конечно же, я просто от этого не кайфую. Потому что, когда я пользуюсь дорогой, хорошей косметикой, я от этого кайфую. Получаю удовольствие, эстетику от этих продуктов. Вот. А, конечно, чем-то пользуюсь дешевым. Я от этого не кайфую абсолютно. Мне даже как-то брезгливо вообще заходить в дешевые магазины. Не люблю. Это не мое отношение к жизни, не мои ценности покупать дешевые. Я считаю, что все мы приходим в эту жизнь. И для того, чтобы максимально комфортно жить, создавать себе комфорт, поднимать наш уровень комфорта, наш уровень жизни с каждым годом. И пользоваться чем-то хорошим. Вот. Поэтому все-таки лучше вместо десяти помад купить одну помаду Dior, да. А не десять белорусских помад. Все-таки вместо там даже десяти бутылечков каких-то таких духов лучше купить какие-то одни хорошие духи. Это мое мнение. Возможно, не совпадает со мной мнение. Каждый человек вправе думать и решать так, как он считает нужным. Вот. Поэтому просто сегодня поделилась покупками. Возможно, кто-то из вас ищет что-то бюджетное. И ему пригодится это видео. Потому что я знаю, что многие из вас что-то везут из Беларуси. Всегда. Вот если вы будете в Беларуси, обратите внимание на вот эти, по крайней мере, два продукта. Я думаю, что вам они понравятся. Вот. Продолжение следует...